Вы смотрите отзыв об отеле Хорос Парадайз Лакшери Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Радиа, который был в нем в 2013 году. Всем привет, была в Хоросе в первой половине сентября, отдых состоялся, но без приключений не обошлось. Обычно я же в бюджетные отели, предпочитаю бунгальное размещение, зеленую территорию, также важна хорошая репутация отеля, без воровства отравлений эпидемий в анамнезе. Соотношение цена-качество, это для меня главный пункт в выборе отеля. В этот раз Египет махнул хвостом, до последнего надеялась на горящую в конце августа Курцию, но напрасно. Покупала тур прямо перед вылетом, поэтому пришлось выбирать, не привередничая из того, что осталось. Перелет. Из-за срочной перестройки полетной программы ТОС Египта на Турцию, вылеты перетесли как смогли, летела туда татарскими авиалиниями, обратно уральскими. Татарские авиалинии удивились кудным питанием, из всего предложенного съедобно была только булка. Без выбора в горячем давали залитые кислым соусом пюре с крошечной сосиской подозрительно белого цвета. Даже масло было пересолено, а клубничный джем имел неприятный привкус. Ну кофе напоили и ладно. А вот уральские авиакомпании накормили вкусно. На выбор мяса или курица, все свежее. Однако салон был такой обшарпанный и древний, ряды составлены так тесно, а 321, что я всю дорогу страдала от невозможности куда-то деть свои ноги. Успокаивала себя мыслью, что не в Таиланд лечу. Опять никаких пьяных дебоширов на борту, мне с ними как-то не везет. Был, правда, при посадке в самолет один эпизод, некая парочка решила уютно разместиться у аварийного выхода без всякой на то причины. Когда подошли хозяева занятых мест, случился небольшой шкандаль с дневными выкриками, но обошлось без мордобоя. Потом милая стюардесса уговорила захватчиков пройти на свои места у туалета, и те поплелись в хвост. Время вылета не менялось, все четко тут никаких претензий. Туда летели утренним рейсом, обратно вечерним, это радует, особенно если на отдых всего неделя. От аэропорта до себе ехали около часа. Наш отель был третьим по счету, однако на деле все перепуталось, и мы оказались чуть ли не последними. Я уже стала в нетерпении спрашивать гида перед каждой остановкой как осел Шрека, выходить. Мы уже приехали, а теперь-то приехали, но все завершилось благополучно, и мы даже успели на поздний завтрак. Заселение. Это будет немного грустный раздел, но он со счастливым концом. Заселение для всех не ранее 14.00, так как сказали, мест свободных нет. Охотно верю. Дело в том, в отеле практикуется заселение вновь прибывших в гнусные номера без надежды на беззаботный отдых. Человек там ночует, страдает, на утро ему милостиво разрешают переселиться в более лучшее место. В то время, когда приехавшие утром туристы мечтают получить номер пораньше, эти номера атакуют гости, приехавшие накануне. Такая вот карусель. Возможно, предполагается, что ожидающий человек созреет для благодарности работникам ресепшена, что в этом отеле весьма приветствуется. Однако плохих номеров на всех не хватает, кому-то улыбается удача, и их сразу удачно селят. Я лично знаю таких счастливчиков. Мне путевка обошлась недешево, подарки для ресепшена не входили в мой бюджет, поэтому я без вариантов отправилась в номер 2210. Немного поплутав по территории, по приезду вам выдадут карту отеля, но она местами не точна, так, мой корпус 22 в 22 опоменен местами. Я отыскала свое бунгало рядом с пляжным снэкбаром, на примыкающей к соседнему отелю Сэнди Бич территории. Мой номер располагался на первом этаже бунгало, даже на минус один, я бы сказала, так как чтобы в него попасть, нужно сбежать на несколько ступенек вниз. Если честно, мне это место сразу не понравилось. И дело даже не в том, что через пять метров от двери номера за забором находилась коптильня соседнего отеля, откуда валил черный дым, а повар кричал через ограду коло и протягивал котлету. А в том, что местечко это находилось в таком тупичке, похожем на свалку, стоял трактор, груженный доверху мешками с отходами, прямо за стеной моего номера кучей лежала арматура, стояла какая-то телега, свалены пустые канистры, и вообще пахло как на помойке. Номер оказался без окна. Стеклянная дверь – единственный источник дневного света, но распахивать шторы на ней как-то дискомфортно. Из-за низкого расположения комнаты просматривается села улицы как на ладони, поваренок наверняка это бы оценил. Помещение оформлено в бледно-желтом цвете, без ярких акцентов, унылое и однотонное. Кафельный пол протерся до состояния шероховатой бетонной плиты, на стене картина в ржавых потеках, драные в затяжках шторы, заляпанные жиром стекла двери. Шкафу стоит сейп, я им не пользовалась, он по-моему платный у них. Как оказалось, через дверь, ведущую к соседям, слышимость великолепная, так как внизу большая щель. Позже выяснилось, что все розетки в номере не рабочие, а фен не включаются, сушилка для белья сломана, а свет вырубается каждые 10-20 минут. Может до получаса гореть, но это редкость. Для починки можно достать и вновь вставить карту. Особенно это неудобно, когда в душе моешься, бац, свет погас, надо идти карточку шевелить. В душе на стене есть большой тюбик шампуня, все думают, что это гель для душа, но это шампунь я узнавала. Нормальный шампунь, мне понравился. Кроме этого есть мыло, шапочка для душа, два маленьких тюбика с гелем и лосьоном для тела. Их не пополняют, хотя по идее должны. Я уже успела полностью исследовать свой номер, прийти к твердому решению переселиться, посмотреть телевизор, полежать, а носильщик с чемоданом все не шел. Прошло уже больше вторых часов. Пробовала звонить на ресепшн, но после длинных путков сбрасывали. Наверное, определитель стоит, знают, с каких номеров трубку не поднимать. Подождала еще немного и хоть было лень, но пошла на ресепшн. Оказалось, не несли чемодан, так как у носильщика не было ключей от моего номера. Конечно, они же были у меня. А я жду в номере, еще полчаса, а то и больше висела на стойке, чтобы мне доставили багаж. Переть его самой похолмистой местности не улыбалась. Пока ждала, пообещали, что поменяют номер, но только завтра, так как сегодня все занято. Кстати, обмен происходит очень легко, процесс налажен, так сказать. Утром к девяти, как и договаривались, мне поменяли номер. Денег не давала. Теперь я жила на противоположной стороне в 14-й корпусе с видом на соседнюю аккуратную трешку с Вайерма Хоутелл. Понравилось мне внешне, но что-то не нашла ее в каталоге. Номер 1408 оказался на втором этаже двухэтажного бунгало. В очень удобном месте, посередине между основным зданием, читай, рестораном и морем. Пройти до них можно было по прямой дороге, не петляя, что важно для большой территории. Номер показался мне уютным, все розетки на этот раз работали. Жизнь стала налаживаться. Может не все было абсолютно гладко, не было чтобы подновить. Потолок в ванной побелить, но в сравнении с предыдущим номером этот, 1408, казался почти идеалом. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»